Всем привет! Вы на канале СуперКит. Есть у меня старый фотик Sony на 3.2 Мп. Мне интересно, где его можно использовать. И вот я решил попробовать использовать его в качестве веб-камеры. У него предусмотрен выход аудио и видеосигнала с помощью комплектного кабеля, который нетрудно сделать самому, если в этом будет потребность. Осталось только вывести видео на комп. А выводить видео буду с помощью такой вот USB-карты захвата, которая может использоваться не только для перезаписи видео со старых видеокассет. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Само устройство по размерам похоже на USB 3G модем или USB T2 тюнер. Отличается выведенным пучком проводов с гнездами для подключения устройств и также в комплекте есть 50-сантиметровый USB удлинитель и диск с программным обеспечением. Меня интересуют выводы под тюльпан, так как от фотоаппарата идут именно такие штекера. Все разъемы подписаны и это хорошо. Касательно упаковки, то на ней неверно показаны назначения гнезд тюльпанов по цветам. Кто-то совсем слепой рисовал, наверное, так как здесь же явно видны правильные маркировки на самих гнездах. Возможности устройства указаны как на упаковке, так и в инструкции. К фотику у меня есть блок питания, поэтому не нужно все время менять батарейки. Подключаю соответствующие штекера и разъемы. Естественно, для того, чтобы устройство полноценно определилось и заработало, нужно установить дрова. Также есть возможность установить программу. При установке программы у вас запросит пароль, который, как ни странно, можно найти в инструкции, которая идет на диске в PDF-файле. Пролистав несколько страниц вниз, можно увидеть нужное поле с уже вбитым туда паролем. Но тем, кто собирается использовать карту захвата для записи видео, я бы порекомендовал использовать другую программу, потому что комплектная нормально не работает. Давайте даже покажу. Какой бы битрейт и формат записи я не установил, при попытке записать видео выплывает ошибка, которая появляется при любых вариантах качества и количества кадров. Но не хочет оно работать нормально, хотя в главном окне транслирует захваченное видео. Таким образом, я не вижу смысла пытаться оседлать эту пробу, тем более, что если задаться цепью, можно найти даже лучше, например, тот же OBS Studio. Касательно рабочей температуры карты захвата, скажу, что устройство заметно теплое, но явно не горячее. Но вернемся к главной цели – использовании фотоаппарата в качестве веб-камеры. А для этого программа не обязательно, хотя драйвер придется поставить. Например, тот же Skype сам увидит устройство работы с изображениями и предложит выбрать среди имеющихся. Выбираю и получаю видео с фотика в Skype. Именно это будет видеть ваш собеседник. Естественно, так можно поступить не только в Skype, а любой другой проге, которая работает с передачей видео. Например, тот же Viber. К сожалению, фотик не передает онлайн-звук со встроенного микрофона сразу на аудиовыход, чтобы можно было получить микрофон. Но как получить дешевый качественный микрофон за небольшую стоимость я рассказывал в одном из недавних видео, которое будет рекомендовано по окончании этого видео. Более того, микрофон можно будет подключить ко входу карты захвата, которая определяется и в устройствах обработки изображений, и в аудиоустройствах. Не забывайте, что если уже открыта одна программа, использующая устройство захвата, то другая программа может не получить сигнал и уж точно не сможет вести запись. Потихоньку подходим к завершению. Думаю, то, что я хотел донести этим видео, и так понятно. Старый фотик, за который не выручить особых денег, но который работает и выкинуть жалко, можно за недорого превратить в веб-камеру. Единственное, что я в такой связке порекомендую, это обеспечить фотоаппарату питание от блока питания, так как разряд его аккумулятора будет происходить в самый неподходящий момент. Ну, а этот самый неподходящий момент будет наступать всякий раз при разряде аккумулятора. Ссылки на разные полезности по теме в описании. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях. Постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok